Здарова, пупщики! Короче, сегодня мы смотрим Эмморталиуса, как он провел 25 часов в Apple Vision Pro. Почему 25 и не 24? Ну, так получилось. Не понятно. Поехали. Я купил Apple Vision Pro и следующие 25 часов я Погатый. Именно в них, чтобы понять, насколько комфортно мы проведенное мною время и так ли близка новая реальность, о которой все говорят. Все крутили. Ничего себе. Наше путешествие стартует здесь, в час 15. Первым делом надо было заказать такси до центра. Я сейчас буду, понял, я сейчас буду с такси вот так ходить. Вы не готовы! Как, достаточно кринжово было? Нет. Слушай, мы не готовы, да, понятно, но я просто... Подожди, а вот 25 часов, да, это не подряд, так понимаю, да? Там же батарейка разряжается все-таки, да? Ну, как получится. Сколько? Два часа, потом подзарядочка, два часа, подзарядочка. Не, просто про то, что он еще ролик зимой как-то снимал, ну, знаешь, снежок, а ты в них, а ты там, знаешь, подскользнуться-то можешь. Ну, они там, наверное, как-то немножко мешают все-таки обзору. Ну, поэтому интересно. Ага. С этим были небольшие трудности, потому что все пока на английском языке. А как нам? Красный скуэр или что там? Как у нас красный площадь? Красный скуэр, да. Ну, я справился. Мне нравится, то есть площадь как будто он вспомнил, а как красный будет нет. Ох, уже это избирательная память, да? Красный скуэр. Я тебе знаешь, что хочу сказать прямо сейчас? Я обс... штаны. Не, короче. Видно совсем иначе, не так, как в жизни. Здесь как будто, понял, тонировка 30%. Ну, ты смотри, сейчас у нас в ГАИЦ становится. Да, ну да. Так что я занимался своими делами. подкосило. Плохое. Помутнел, уже все, катаракта. Сценировался. Мой вид был очень эмоционально. Мы на красной площади сейчас. А я не могу взять, слышишь, как ее взять? О, все. С чаем ламповый троллинг уже начался, видимо, потому что зачем-то я открыл гарту Кремля в 3D при условии, что я и так в нем нахожусь сейчас. На красной площади. Могу себе позволить. Все, она там и останется. Пойдем теперь кушать. Вернемся, если пропадет, одного дня Apple будет возвращен обратно, оставив пасхалку на красной площади, еще не разложившись на асфальте. Следующий раз был сходить покушать, перед тем, как мы начнем физическую активность. Надо что-то еще зрителям взять. Давайте как, наггетсов вам возьму? Нет, наггетсов не люблю. Кушать в этих очках было странно. Преимущественно, потому что я буквально не видел еду перед собой. Лучше за летающего на столом видоса Мистера Беста. Да, вот это странно. Сделав все дела, мы отправились в ГУМ присмотреть оправу для этих очков. Нормально? Оправу? Внезапный викинг, ваши ленты. Мы начали собирать много реакций от прохожих. Круто? Спасибо. Прям палец вверхом поставил четкий. Вам тоже советую это сделать. Вот так вот? Вот так? Нету ее здесь. Карту украли. А вроде очков нету, а она падает. Скользко. Следующий таск был купить оправу для моих очков, и это должна была быть моя первая соцкоммуникация. Братишка, где хоть какие-то очки? А, для обычных очков. Не для этих. Просто отсосало. Нет, для этих. Нет, просто для очков. Для его очков. В отсутствии периферического зрения я обортовал людей. Вот, смотри, как это за себя. Не-не-не. Жестко. Только пошел. Нет, знаешь, такой, борзый такой. Слушай, я Apple Pro купил. Могу себе позволить. Такое, слышишь, я тебе... Все попиваюсь. Смотрят не потому, что периферическое зрение отхожу, потому что борзый. Выпендриваешься. Выпендриваешься. Спустя 20 минут блуждания я увидел очки. Я вижу очки. Здравствуйте. Просто очки. Видишь? А не могу ли вы что-то подсказать? Быть может, какую-то оправу или аксессуар? Лицо. Вот таких вот. Не, молчит, молчит. Ничего нет. На празднике, видишь что-то? Я найду что-то для своих очков. Но я не растерялся и решил стилизоваться для завтрашнего дня. Оправу какую-нибудь смешную. Веселую? Вот как у меня сейчас примерно. По настроению праздничное. Вот эти вот хорошие. Авиаторы вот эти посередине? Слушай, это прям летные вообще. Это не авиаторы. Ну да, это не авиаторы. Я имею в виду, что это прям летные. Понял, как пин в смешариках летал. Ну, кстати, они, знаешь, они выглядят как мини-версия того, что у меня сейчас на голове. А давайте тогда вот сверху. Нет, не похоже. Ты можешь их примерить. Дом Гучи снарил фильм? Нет. Я снял. Хорошего дня вам. Блин, зачем такие сложные путя метить, идти в ГУМ, понтовый какой-то магазин оптики. Зашел у меня там на Валберис какую-нибудь китайскую пластиковую оправу детские очки. Помнишь, у меня я... Ой, у меня такие с детства были, знаешь, так закрывались. И тут, короче, были клешни краба такие пластиковые. И так можно было их развернуть. Здесь все по клешни торчали, а можно было закрыть. У тебя будут такие маленькие-маленькие щелочки. Тема вообще очки классная. Сейчас поедем на метро до катка. Попробуем покататься в этих очках. Музыкальные сопровождения присутствуют. И это, кстати, подплотнуло у меня сейчас неплохую мысль. Тут я делаю вид, что я на чем-то играю. А что я делаю? К реакциям подключились и фото. А у меня, кстати, снимают. О, я не видел просто этого. Это вот на случай, если не нравится какая-то композиция, которая принудительно играет. Попахом... Да можно наушники одеть. Немного привыкаю к этим очкам, даже при учете всех нюансов. Уехала. Я забыл, что мы едем. Но я по-прежнему мечтал, чтобы 25 часов прошли как можно скорее. И это все еще не то, как я вижу этот мир. Но мы меланхоники... Они не раздражались разве? Ведь я открыл канцероп прямо в вагоне. Бедные люди вокруг... Так это выглядит. Вот такой сидит такой. Так вот, смотри. Я не знаю, что я кормлю амняма прямо сейчас. Знаешь, что похоже, какой-то психбольной сидит такой, и что-то там с собой с голосами себе разговаривает, и что-то еще им отвечает, и еще вот так пальцем входит. Да-да. Мы приехали на каток. Самое главное, не обосраться. Сейчас попробуем. Спасибо. Ой-ой-ой. Кататься в этих очках было целым приключением. Как стрёмно. Я сейчас что-то разобью. Кому-то есть... Он хорошо катается. Да, я в принципе не умею. Понимаешь, что я сейчас как башфак катаюсь, это вообще моя не пиковая, не прайм-форма. Не, вообще, кстати, начинаю привыкать. По-моему, что-то происходит. Что скажешь по поводу композиции The Weekend? Отличного сегодня тоже дали Weekend, да. Фрут Ninja, поехали. На льду. Слушай, а дай-ка хофеист газку, бля, прям. Пошел ты нахрен. Прикинь, тут дед какой-то старый. Что он хочет? Свинья здесь бегает у меня. Какой-то на шашлычок попозже. Он режет, режет. Да, это все, что мы сегодня жарить будем. Смотрите на этот дурак. Наигравшись в очередную игру, я решил... А, фронткинзе. Ну, он сказал. Прикольно. Прям жесткого дать? Прям газово вообще дать. И снова мне это не дали сделать уведомление. Вы бы знали, как у меня с этого накипело. Блин, ты можешь... Мне кажется, что это суперненадежно. Катнуться, Разик, в этом можно. Но не советую. Чуваки из Эппл думают, что мне действительно важно об этом знать прямо перед носом во время того, как я летаю. Ну да. Слишком быстро. Слишком быстро. И ладно бы хотя бы где-нибудь сверху-то. Незаметно так. Диалог с милой женщиной о развитии искусственного интеллекта. Еще они говорят, что как раз-то нет. Не надо вот иллюзию строить, что это еще будет не скоро. Кажется, следующее поколение уже точно это застанет. Спасибо большое. Хорошего дня вам. Мы уже приехали в торговый центр и сейчас будем покупать мясо. Типичный Борис-то, да. Подожди, как тебе хоть вот эти батарейки? Что, я как модель сейчас иду? На пауэрбанке. Не понял. Там же пауэрбанк такой, который нельзя менять. А почему вот эта шапочка стоит? Ну, такая фирменная. Могу примерить. Оценку лука в комментарии. Вообще-то я бы в такой ходил. Непредвиденные совершенно таски появляются. Непредвиденная реклама стоп-монут. Это вырезаем. Спасибо. Пакетик-то покажи. А пакетик сейчас тоже на дрипе. Белка ракает орехи. Внесапные танец имморталин. Как же он двигается. Как же он льстит. Это просто ужас. В этих очках я мог записывать кружочки в телегу, что очевидно плюс. Ну и вот до чего довели ваши технологии. Вот такие, да? Что-то делаешь, что с этим? Это кружочки в телегу, да? Это то, что запись экрана живет своей жизнью. У вас теперь нет понимания, что я вижу в этом. Ужасно похоже реально какой-то Симс модами. Вот когда на Модзе Симс накачал модов на Симсе, там, знаешь, супер гладкую кожу, там все, вот что-то, вот очень-очень похоже. Пальцами тыкаю, не учила маму. А ведь я показывал вам QR. Ну подпишитесь на мой телеграм, но я стараюсь. Почему у него собачку, кстати? Почему мы так уверенно идем на фото? Да, кстати. Вот до этого же не было собаки. До этого же другое было. У него может быть его, мордашкинс. Да, да. Я по этому ролику, что я не понял, что это от него. Что это за барбоскин? Почему это произошло? Ну. Он стал, что? У него духовное тотемное животное собака или он ощущает себя собакой? В общем, причина. Второй этаж. Мы действительно мясо почухали, какой-то запах. Только запах кого-то вот, ну, что-то нехорошего. Одно во всем этом было неизменно трудно. Разглядывать объекты. Ты учти, я за качество мясца не отвечаю, потому что мне, скорее всего, его не разглядеть. Мясом пахнет. Мясом пахнет, потому что... Вынюхал. Не увидел, а вынюхал. Собака? Сейчас, подожди, перегрелся. Джетпак жирает. Я тебя уже не вижу даже. Почему не видишь? Джетпак жирает. Все, я полетел. Срочно играть. Все, что нужно, и отправились в дом. А любли. Мы добрались до загородного дома, и сейчас будет небольшой рум-тур. Кухня. Чилл зона. Камин. Видишь? И у него даже уже игрушка есть, эта собака. У него же был мерч маленький имморталис. Он решил просто... Я меняю аватарку, меняю полностью мерч и новые плюшевые игрушки издаю. Прикольно. Чтоб тебе сначала имморталис купили, а потом такие, а, блин, тебе надо собаку покупать. Получилось, такой был план, или что? Беденна. От 1 до 10 в комменты. Срава. И уличное пространство. Коротенький рум-тур, это не мой дом, я его арендовал. Самая главная сейчас задача, которая передо мной стоит, это расчистить в этих очках всю эту зону, чтобы мы пожарили мясо. Я без понятия, как это работает, но я, как обычно, словил вечернюю мотивацию и расчистил всю территорию за полчаса. Да, здесь должно было быть больше ламповых кадров с моего пова, но очки решили снова ничего не сохранить. Но поверьте, эта рутина скрасилась с плеером высотой с весь дом и 3D-бурж-халифы посередине. Но поскольку вы этого всего не видите, это больше похоже на монолог сумасшедшего. Ну и что, у меня теперь рядом бурж-халифа? Я прекрасно это понимаю. А, ну да. Все, сейчас будем делать шашлыки. После расчистки я созвонился не с квадратом Малевича, вот с этого пова будет получше. Это Саня, который пригнал к нам уже ближе к ночи и мы погнали разжигать огонь. Да нормально, делай. Наблюдать за этим процессом не вживую было печально. Вот так вот, Саш, сегодня целый день. Я понял. Аккуратно лей реально. Слышь, все, тормози. А там все через очки снимал? Седом появилась проблема вытащить кочергу. Такие ночью еще затемняет дополнительно. Нет, ты попробуй это гнидой рукой. Трекинг фейл. Трекинг фейл. Победный танец. За почти 12 часов для меня по-прежнему было удивительно испариться из реальности в любой удобный для меня случай. Все, вот это уже реально, Сюр. Я сейчас в пустыне. Блин, знаешь, где нужны эти очки хорошо? Когда те, кто, не знаю, на аудит, расскажут какую-то историю, тебе так неинтересно его скучно слушать, а знаешь, одерживаться и слушать надо. Или, когда ты сидишь в тюрьме, надел очки, и ты не в тюрьме, в тюрьме, кажется, заперти, а тут раз, и все. Во, все! Что вообще? Парни, как вам показать то, что я сейчас вижу? А, во, видишь, как дополнил. А видно, видно что-то? Тебя видно. У меня круто, я не знаю. Время сейчас 12 ночи. Типа он на склоне горы и жарит там. Уже 11 часов. Могу сказать так, к этому не то, что не привыкнуть. Я мечтаю о том, чтобы их снять. Я понимаю, что люди ходят с глазами и видят в 8К, а то и лучше. Постоянные какие-то вот эти уведомления, которые вылезают, они очень сильно портят все впечатление. То есть, по факту, я рабочий, но ему нужно еще какое-то время настояться. Я думаю, что это лет 10. Ну, вы как сыроватый такой. Проверяйте, пацан, давайте. А с этой пандорой с собой? Что ты сделать? Легко. Сделал. Как бекончик пахнет. После трапезы я обработал фельсин, который сделал недели две назад. Его, кстати, совершенно не волнует, чем я занят. Поэтому... Я даже не заметила. Я отправился в постель. Септум или что? Скоротать время. Уже решил посмотреть фильм с Ди Каприо. Под это сегодня... А, у нас, наверное, почему не заметно? Потому что у него, наверное, пока не колечко стоит, а просто проколы. Пока подживет, потом можно сережку менять, походу. Сладкий сон, я вам серьезно говорю. Очень сильно устал за сегодняшний день и глаза в том числе. Доброй ночи. Вот. Вот это вот плюс, что можно так фильм смотреть. Да и вижу одного дня, я тоже так сделаю. По льготе в Лос-Анджелес одного дня. Доброе утро. Спал даже в этом. На самом деле, не такое доброе для меня местья спало дерьмово. И абсолютно не выспавшись... Наверное, неудобно. Да, ты видел, вот он возле зеркала стоял, у него был этот провод. Да, в коммане. А он постоянный? Нет, я просто не представляю, как у тебя так долго держится. Он уже там держится несколько часов. У меня чпук-чпук-чпук к новой подключает. У тебя, получается, должен быть этот пауэрбанк. Обои по пауэрбанкам. Еще плюс с собой пауэрбанки. Ты такой быстро-срочно перезарядиться. Пауэрбанк, пауэрбанк. Перезарядиться, да. Стоп, стоп, стоп. Смотришь реакции Ландао, но до сих пор не знаешь о том, что они еще делают реакции на мультфильмы, аниме и фильмы. В описании под этой реакцией ты можешь найти ссылку на их густи канал и получить еще больше эксклюзивного контента. Удачи, пупсик. Ну а мы продолжаем. Такие каракули, среди которых лайк-подписка. На подумать. Мы вернулись на спот, с которого начинали. И я очень хочу спать. Предложение взбодриться. Взбодрился жестко. Вообще, писяц. Реального бодряка нужно сейчас. Тренировочка, жим, анжуманя. Давай вам подтягивание, утруничок. Сейчас будут, подожди, надо сначала запампиться. Я подлюхаю. Сейчас, подожди. Это была отличная спорт-минутка, чтобы проснуться после двухчасовой поездки. Такие, кстати, гантельки, слышишь? Смейся, примерно. И мы прям начали с этого включаться. Не, физкультурка вообще только в путь. Еще позвоночник в трусы посыпется. Не, вот это вообще легко. Это я... Говорят, какие-то такие площадки есть? Да, есть. Я видел это. Прикольно, когда есть такие площадки. У меня какие-то они такие... Ну ладно. Тренировки некомфортные. Не, понимаю, но хотя бы даже бюджетные для каких-то школьников, которые просто могут чуть-чуть поразминаться. Нормально. Можно поразминаться, по сути, просто на турниках. Не, на турниках ты же определенную группу мышц скачаешь, да? А здесь прям много всяких. Ну, по сути, тут все, наверное, с большего. Вы самые такие основные. Прикольно. Бутычка. Такое, что бесплатно. Ну, все, как-то первое сданное было. Неплохая получилась история. Каждый сделал свой вывод. Это из кухни? Да? Ура, я смог. Сейчас время 2.30, и это означает, что я провел в этих очках больше суток. И, скорее всего, после этого видео использую технику и даже продам. Но это было интересное путешествие. Сняв очки, я удивился, насколько... Там 20 лет. А, нет, смотри, даже запечатанных... А, значит, ты снимал. И вот, что я скажу... Может, они просто неплотно прилегают? Блин, ну, мне кажется, я себе сняла. У меня там были вот такие розовые фиговины. Там, в принципе, такая баня была бы, знаешь, такая в глазах. Запотели. А, слушай, так они, в принципе, бы запотели, он бы там ни хрена не видел, там бы все потом затилала. Видимо, надо периодически их снимать, протирать, наверное, нет? Как там все работает? Какая-то система самочистки там? Подробности не говорите. Даже если за всем этим будущее и новая реальность, я вывернусь... Сейчас я с разбега, с ноги по ним. Нет, ну что, дорого. Дорого богато. Опа. Все, развинчиваем назад. Обратно все снимаем. О, хватит. Покупайте. Спасибо за 2 миллиона. Знаешь, это как бы... А, 2 миллиона? А, вот честь чего, походу, шапка поменялась. Каждый миллион меняет себе аватарку. Не шапку, а аватарку. Плочно, обновление. Все, я поняла. Походу так. Короче, вот такая получилась реакция. Спасибо за просмотр. Пока. Хм, неплохо, неплохо. Можно и лайк поставить. А давай еще это видео посмотрим? А может, лучше это? Сложный выбор. Сложный выбор.